Новогодние праздники не за горами. Как сделать так, чтобы они не были омрачены трагедией? Чтобы в ваш дом не постучалась беда? В нашей программе простые, но такие важные советы от начальника Гороотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилла Валерьевича Курака. Первое, на что хотелось обратить внимание, это, конечно же, использование пиротехники. На сегодняшний день нами, органами внутренних дел, отделом торговли райисполкома проводятся совместные рейдовые мероприятия по местам продажи пиротехнических изделий. Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы исключить поступление на прилавки торговых точек Оршанщины пиротехнических изделий, не сертифицированных, представляющих угрозы и опасность. Но, как правило, большую опасность представляют не качественные изделия, а неправильное их использование, неумелая эксплуатация, пренебрежение правилами использования этих изделий. В первую очередь, конечно, приобретая пиротехнику на торговых объектах, необходимо удостовериться в том, что изделие сертифицированное, изделие безопасное, изготовлено заводским способом, имеет целостную упаковку, не имеет каких-то там повреждений. После этого приобретать и использовать. Но перед тем, как использовать, обязательно изучить инструкцию по его применению. Конечно же, ограничить детей от использования пиротехники самостоятельно, потому что зачастую, к большому сожалению, ежегодно практически происходят трагические случаи в Республике Беларусь, когда дети, пытаясь устроить себе праздник, попадают на больничные койки с различными травмами, зачастую с тяжелыми травмами. Поэтому тут, конечно, в первую очередь, это внимание родителей, обезопасить своих детей, рассказать им, как использовать. Если даете использовать им пиротехнику, убедиться, что это будет безопасно, под вашим контролем. Нельзя использовать пиротехнические изделия в помещениях, при массовом скоплении людей, чтобы не нанести вред окружающим. Соблюдаете несложные правила, я думаю, останетесь в целости, безопасности, и замечательно встретите и проведете новогодние праздники. Еще один вопрос, это все мы сегодня устанавливаем и дома, и на своих рабочих местах символ Нового года, новогоднюю елку, украшаем ее гирляндами. Поэтому, опять же, попрошу посмотреть вопросы подключения этих гирлянд к электросети. Гирлянды должны быть исправны, должны быть проверены, надежно подключены через отдельную сеть, без каких-либо удлинителей соединений кустарных, скруток и так далее, чтобы обезопасить себя не только от поражения электрическим током, но и от перегрева сети, от воспламенения гирлянды, от воспламенения елки. У кого частный дом, у кого есть камин, печка, посмотрите, пожалуйста, безопасное расстояние от вот этих вот отопительных приборов, чтобы не произошло возгорание. Хотелось уже обратиться к нашим руководителям объектов с массовым пребыванием людей, где будут проводиться мероприятия новогодние, то есть кафе, рестораны, ночные клубы. Сразу хочу предупредить, что будут проводиться мероприятия предварительно рейдовые, мониторинги, проверка этих заведений на предмет безопасности, поэтому попрошу тоже привести их в порядок, обеспечить безопасность пребывания людей там, исключить превышение количества людей, которые там должно находиться в этом помещении, определить безопасность в случае эвакуации. Также хочу напомнить, что во всех данных заведениях категорически запрещено использование пиротехнических изделий, поэтому такие тоже несложные правила, но эти правила должны быть соблюдены, и при их соблюдении мы замечательно встретим и проведем Новый год. С наступающим праздником!